Продолжим разговаривать и встречать гостей у нас в студии. Опять же поговорим на музыкальную тему. Народный артист Азербайджана, во-первых, Елчин Адигизалов. Здравствуйте. Доброе утро. И солист театра оперы-балета Алмаз из Тамбаев. Доброе утро. Доброе утро. Мы с вами, конечно же, поговорим о музыке, о чем еще нам поговорить. Мы знаем, что произойдет событие, которое очень важно для Азербайджана, я думаю, что и для многих поклонников музыки в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, о чем пойдет речь. И о... Мероприятии, в общем. Да, и о столетии известного композитора Кара Караева. 2018 год объявлен годом Кара Караева в Азербайджане. Наш выдающийся композитор, один из любимых учеников Шостаковича, основатель композиторской школы, один из тех композитов, который заложил основу композиторской школы в Азербайджане, выдающийся композитор 20 века, безусловно, без преувеличения. Для нас это очень большая, серьезная дата, и юбилейные торжества будут отмечаться в более чем 20 странах. Мне вдвойне приятно оказаться вновь на Казахстанской земле, потому что ровно 10 лет назад мы отмечали здесь 90-летие Караева. И вот прошло 10 лет, я вновь здесь, мы вновь вместе с оркестром. В то время еще был жив маэстро Джумахматов. Вот сегодня оркестр носит его имя, мне было очень приятно вернуться. И сегодня вечером в театре оперы и балета по инициативе нашего посольства, посольства Азербайджанов в Кыргызстане, и лично господина посла, и до этого Рудева, который делает очень много для пропаганды азербайджанской культуры в целом, в Кыргызии, состоится мероприятие, большой гала-концерт, в котором примут участие солисты и приехавшие сегодня утром, прилетевшие из Азербайджана, наши ведущие солисты и наши коллеги, кыргызские вокалисты. Очень важно было, чтобы мы все были вместе на концерте. И я думаю, что мероприятие должно быть интересным для всех. Алмаз, что подготовили такого? Чем будете удивлять? Основной программой занимался маэстро Ялчин, поэтому подготовили очень много произведений из репертуара Кара Караева, прозвучат произведения из балета «Тропой грома», «Семь красавиц», также произведения Севиля Алиева, это вот дочь первого президента Азербайджана Гейдара Алиева, произведения Муслима Магомаева, концерт… И классика, и классика. Да, классика обязательно. И совместный концерт с участием наших ведущих солистов и ведущих солистов Азербайджана. Я думаю, для нашего кыргызстанского зрителя это будет большой праздник, потому что маэстро Ялчин, вот я смотрю его видео, вообще поражаюсь, человек такого масштаба, посетил наш скромный уголок Кыргызстан. Вам большое спасибо. Ну что, для нас честь большая, Кыргызстан для нас очень важен. Мы праздские народы, и нам не все равно, что здесь, как складываются дела в культуре. Вот, я думаю, что я вижу определенный рост, я вижу молодых музыкантов, которые пришли в оркестр, произошла смена поколений. Вот, я надеюсь, что при определенной поддержке государства, при моральной и материальной поддержке, потому что культура всегда нуждается в инвестициях, я думаю, что перспективы большие. Перспективы большие, тем более, вот, новое руководство оркестра, «Алмаз-директором» является оркестра, с которым мы будем вечером выступать. Очень молодой, энергичный человек, который хочет сделать много для музыкантов. Я думаю, что все хорошее впереди. А долго ли вы готовились к мероприятию? Ну, как бы, легко ли сразу, на себе общий язык, все-таки, с разных стран, люди взаимодействуют друг с другом? Как этот процесс проходил вообще? Ну, мы готовились к мероприятию три дня, три репетиции, вот. И так сложились еще и иметь условия, что наши солисты задержались, к сожалению, мы летели через Москву и прибыли вот несколько часов назад. Так что они выйдут на сцену без репетиции. Но профессионалы, это рискованно, конечно, но профессионалы могут себе это позволить. А этот язык музыки, он действительно существует, что ли? Даже несмотря на то, что, может быть, человек не разговаривает, люди не разговаривают на одном и том же языке, музыканты, но играть они могут и понимают друг друга. Ну, мне кажется, что безусловно. Безусловно, никаких границ ни национальных, ни религиозных, ни региональных в музыке не существует. Только ноты. Только чувства, я бы сказал. А вот у вас какая-то прям вот четкая определенная программа или есть какая-то импровизация? Возможно, если, ну, творческий человек, он любит импровизировать. Возможно ли такое, что кому-то захотелось по-другому, по-иному что-то сделать, и это произойдет? Ну, в классической музыке это бывает не так часто. Но, тем не менее, во время концерта все может быть. И я думаю, что определенная доля импровизации со стороны вокалистов может быть. Ну, это незначительно. Это в основном больше все-таки в фольклоре. Хотя мы делаем, конечно, преподносим азербайджанскую классическую музыку, симфоническую. Вы знаете, основа азербайджанской музыки это мугам. И у нас есть программы, симфо-мугамы, где на сцену с симфоническим оркестром выходят наши музыканты-мугаматисты, фольклористы. И вот там уже идет чистая импровизация. Это очень интересно, такой микс, он особенно интересен западному слушателю, европейскому. Всегда эти программы имеют большой успех. Я надеюсь, что если будет возможность, когда-нибудь показать эту программу и в Кыргызстане тоже. Ну, когда новые инструменты, которых вы еще не слышали, конечно, они производят впечатление. Как давно вообще происходит вот это вот содружество такое с Кыргызстаном, у Азербайджана, отношения развиваются? Ну, традиции очень глубокие. Традиции очень глубокие и давние, потому что, ну, во-первых, композиторы дружили. Молдобасанов дружил с Караевым, с Амировым, с Незием. Мы их знали, безусловно. Они приезжали в Баку, когда был Советский Союз. Дни культуры Азербайджанов в Киргизии, Дни культуры Киргизии в Азербайджане. В Москве часто встречались на съездах Союза композиторов СССР. Маэстро Джумахматов, с которым мне посчастливилось общаться, он приезжал в Баку, жил в доме нашего маэстро Нези. У нас тоже был всемирно известный дирижер маэстро Нези, так же, как и маэстро Асанхан Джумахматов, возглавлял около 40 лет симфонический оркестр. Они дружили домами. Он жил у него дома целых полгода, когда приезжал в Баку в молодости. Так что мы дружим и следим друг за другом очень давно. И в начале 90-х годов, мне сейчас приятно об этом сказать, еще тогда не было такого развития технологического, компакт-диски только появлялись. У нас был один очень серьезный проект. Мы в Москве с оркестром Чайковского, с БСО, с Большим симфоническим оркестром российским, записывали антологию тюркской классической симфонической музыки. И вот тогда мне посчастливилось принимать участие в этом проекте. И я наряду с турецкими, казахскими, узбекскими композиторами, мы записывали и музыку кыргызского композитора Мурадбека Бегалеева. И его сочинение тогда вошло в антологию. Сейчас эти компакт-диски уже раритетны, их уже нет. Но это история, это было почти 30 лет назад. И мой друг, с которым я учился в Ленинградской консерватории почти 30 лет назад, маэстро Джумакадыр Канеметов, мы с ним учились в Ленинграде 5 лет. Сегодня он народный артист Киргизии, Кыргызстана, дирижил оперного театра. Так что наши дружеские связи имеют корни. Алмаз, какие-то сложности были при подготовке концерта? Ну, маэстро заметил про профессионализм все-таки артиста, поэтому за три дня маэстро собрал весь оркестр. Это еще раз говорит, что наш оркестр имени Джумакматовым самый лучший. Ребята быстро собрались, сделали все замечания маэстро. И я вот был на последней репетиции вчера, оркестр звучит прекрасно. Вот сегодня у нас три еще генеральная репетиция и шесть, дай бог, наш гала-концерт. Современная музыка сейчас активно развивается. Классическая, наверное, вот мы не знаем, сложнее или нет. Насколько, на ваш взгляд, она по-прежнему в тренде, в моде? Кто сейчас слушает современную, не современную, а вот вообще есть ли такое понятие, современная классика? Ну вот, те произведения, которые будут звучать сегодня вечером, они современные будут во все времена, безусловно. Есть, конечно, новые веяния, есть более доступная музыка, есть музыка, скажем так, популярная, которую воспринимать легче и не надо быть подготовленным слушателем. Вы понимаете, о чем я говорю, это вот поток этого музыкального материала, который идет через эфир, через радио, телевидение. И, к сожалению, я вам должен сказать, что мировая практика показывает, что тенденции к угасанию интереса к классической музыке присутствуют, безусловно. И не только в наших странах, даже в ведущих европейских странах. Я вот вчера говорил здесь, на вашем канале, вы, наверное, удивитесь, что даже колыбель оперного искусства, скажем так, как Италия сегодня сталкивается с тем, что закрываются оперные театры, закрываются оркестры, и интерес угасает. Но все равно классическая музыка, она никогда не была слишком популярна. Это все-таки элитарный вид искусства. У нас есть свой зритель, свой слушатель. И для нас важны именно те люди, которые придут сегодня на концерт. Те, кто приходят в оперный театр, те, кто приходят в филармонию. Знаете, Узи Ирбек, наш основоположник азербайджанской классической музыки, скажем так, отец классики азербайджанской, который заложил основы школы, и написал в 1908 году первую оперу на Востоке. Первая опера на Востоке была написана в Азербайджане для Ильи Меджну, и был построен оперный театр. Это все было больше ста лет назад. Такой курьезный случай, расскажу. Однажды, до революции это было, он сидел на концерте, там звучали произведения европейских композиторов, была городская публика, и руководитель зала подошел к Узи Ирбеку с опаской и сказал, что Узи Ирбек, народ уходит. Во время концерта, по ходу концерта, люди стали покидать зал. Его произведение должно было звучать в самом последнем в концерте. Он был молодой совсем. Он сказал, ничего, пусть уходит, нам нужны те, кто останутся. Вот последний зритель, который дождался исполнения его сочинения, вот эти люди важны нам. Поэтому, я думаю, что надо просто пропагандировать. Классику надо пропагандировать. Я не знаю, есть ли в Казахстане канал Культура, который 24 часа... Есть, Мадонет. Есть, да? Мадонет у нас тоже есть. Но там классическую музыку показывают? Звучит она? У нас российский канал Культура. Ну, надо, чтобы свой был. Потому что культура, это такое дело, надо навязывать насильственно, понимаете, молодежи. Если дать ребенку в руки гаджет и сказать, иди и смотреть, это ничего хорошего не приведет ни к чему хорошему. Культуру надо, чтобы вокруг аура была культурная, надо ребенку читать хорошие сказки, чтобы он слушал красивую музыку перед сном, водить его в музеи. Тогда он будет расти разносторонней личностью. Вот это очень важно. А вот у вас сейчас есть прекрасная возможность пригласить на ваш концерт. Кого бы вы хотели пригласить и кому обязательно нужно прийти сегодня? Вся молодежь, которая считает себя образованной и которая считает себя в хорошем смысле слова, для которых культура, да, национальная культура, уровень национальной культуры является второстепенным, я думаю, что они не пожалеют, по крайней мере, если сегодня придут на концерт, останутся довольны, потому что мы сделаем для этого все возможное. Сегодня, 8 февраля, восколько? 18.00 в Театре оперы и балета. Приглашайте. Конечно. Приглашаю. Если приглашайте, тогда обязательно, я думаю, что все должны прийти. У нас сегодня в гостях были народный артист Азербайджана Елчин Адигизалов и ведущий солист Театра оперы и балета Алмаз Истанбаев. Не пропустите концерт, приобщайтесь к классической музыке. Продолжение следует...